Телевидение называют радостью для пенсионеров. И хотя это говорят с пренебрежением, лично я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. Иметь потенциальную аудиторию людей более зрелого возраста, на мой взгляд, это наоборот хорошо. Они, чтобы не говорили, гораздо более мудры. Ну, конечно, и опытные, и действительно здесь интересные. Могут поделиться, кстати, какими-то наблюдениями, которые я, например, могу не знать. Да, они отличаются от молодых только тем, что они умнее, я уже говорил, и, во-вторых, они не так быстро двигаются и, простите, не так часто занимаются любовью, и то не всегда. Ну, давай мы сейчас в этом теле уходим. Хорошо. На самом деле, вот о том, какой полноценный может быть человек в зрелом возрасте, можно судить по японским пенсионерам. Но не секрет, это самая долгоживущая нация, причем активно живущая. И вот в скором времени у хабаровских пенсионеров появится возможность попытаться жить так же долго и так же полноценно, как японские пенсионеры, потому что у нас открывается центр, точнее, российско-японский центр примитивной медицины и диагностики. И сегодня на гостях главный врач и генеральный директор центра Олег Злокатов. Здравствуйте. Добрый вечер. Я правильно понимаю, что речь идет именно о японском долголетии, о японской заботе о здоровье, да? Да, совершенно верно. Вопрос и особенность нашего центра – это, безусловно, передача японского опыта, передача японской практики, поддержание здоровья. И самое главное, то, что сформулировано в названии нашего центра – это превентивная медицина и диагностика. Сразу я услышал от вас такой термин, ну и какой-то такой посыл, что эта информация важна для пенсионеров или для каких-то людей старшего возраста. Я не верно сказал, как бы это, конечно, в течение всей жизни просто, чтобы дольше жить. Да, чтобы дольше продолжать активно жить, активно, интересно, полноценно, с хорошим качеством жизни жить. Вот именно для этого. Потому что, ну, что греха таить, мы все, конечно, с вами хотим жить долго, жить счастливо. И даже если, ну, ход времени мы не можем остановить, выглядеть и чувствовать себя, ну, уже, скажем так, в солидных, как говорится, с солидными годами, мы должны нормально, хорошо, красиво жить активной жизнью. И, ну, и как можно реже обращаться в больницу, чтобы лечиться. Но все-таки превентивная медицина, что это? Это, ну, диагностика понятна. То есть там, там, онкоскрининг, да, например, ну, там еще какие-то процедуры, это мы тоже поговорим. А вот превентивная медицина, это что? Сейчас я вам поясню. Когда мы говорим про онкоскрининг, ну, примерно мы говорим, вот все термины, которые вы сказали, медицинские термины, они примерно все про одно и то же. Потому что онкоскрининг – это часть, это одна из составляющих превентивного подхода к медицине, к предотвращению болезней. Но обычный наш подход, ну, увы, так сформировавшийся в нашей жизни, то, что пока у нас ничего не болит, пока у нас нигде что-то не кольнет, пока, я не говорю про какие-то крайние ситуации, когда вот оно заболело, ситуации там жизни и смерти, это тут понятно. Но пока мы себя чувствуем здоровыми людьми, пока нас нигде ничего не беспокоит, мы не обращаемся, не смотрим за своим состоянием, за какими-то показателями. Ну, вот даже про вас, если я вам вопрос задам такой, хотя сегодня, да, ситуация ваша, как давно вы проводили какой-то… Я, честно, могу признаться, терпеть не могу ходить по врачам с детства, потому что у меня мама врач была, и она все время меня таскала в поликлинику. Дай возможность задать нашему гостю вопрос. Да, как давно вы проходили какой-то вот… Вы выглядите здоровыми людьми, честно скажу, хорошие, бодрые люди, но как давно вы проходили просто не потому, что что-то заболело, а просто для того, чтобы понять, провести, ну, назовем техническим термином, какой-то техосмотр своего организма для того, чтобы, ну, убедиться, что все хорошо. Потому как я, как врач, вам скажу, что когда уже кольнуло, это уже организм дал какой-то сигнал, когда какой-то дал звоночек. И очень часто, к величайшему сожалению, этот звоночек бывает, ну, уже тогда, когда… Поздно. Не то чтобы поздно, но если бы мы обратили на эту ситуацию, на эту проблему на стадии, когда она еще, ну, скажем так, с горошином, я утрирую, это не про объема, а про масштаб проблемы, его можно было бы решить и спокойно жить. Я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что секрет долголетия японцев в том, что они вот, начиная с молодых ногтей, следят за своим здоровьем? Ну, вопрос долголетия, это же вообще вопрос, он такой очень объемный. Это не только то, что… Здесь нет какого-то волшебного секрета, который мы бы раскрыли или подслушали где-то и сказали, вот эта нация живет так долго, потому что там она ест там рыбу, или потому что они счастливы, как в Гималаях есть нации, или потому что они живут в хорошей экологии. Есть огромное количество стран, которые, в принципе, не отличаются от японцев привычной какой-то диетой, живут в хороших экологических условиях. Много страны Юго-Восточной Азии примерно придерживаются такой же диеты и такого же отношения, ну, скажем так, к жизни. Но живут не так долго. Но живут не так долго, совершенно верно. Поэтому вот если мы посмотрим на этот вопрос именно с такой точки зрения, мы поймем, что, конечно, диета, конечно, образ жизни, что имею в виду диета, привычный набор продуктов, отличающийся низким содержанием холестерина, каких-то еще веществ, конечно, экологический подход к окружающей среде, к своему здоровью, привычки, хорошее настроение, позитивный настрой, безусловно, движение, традиционные формы занятия спортом, физкультурой. Но когда мы говорим про медицинскую составляющую, японского подхода к здоровью, вот эта вот система превентивной медицины, по нашему мнению, является одним из таких очень важных определяющих факторов. Вы знаете, я сейчас задам уж такой, ну, своеобразный вопрос. Ну, вот у нас есть диспансеризация. По идее, каждые 2-3 года человек может абсолютно бесплатно прийти в поликлинику по месту жительства, сдать основные, ну, просто хотя бы базовые анализы, да, и сделать. Вот что предлагает ваш центр, чтобы понять, что либо это шире какие-то моменты, либо это более детальное изучение? Вот в чем разница? Хороший очень вопрос, и он близко, скажем так, к теме. Ну, во-первых, давайте, если мы рассмотрим историю диспансеризации, вообще... Я ни разу не проходил. Есть, к сожалению, надо добавлять, что вы ни разу не проходили. Я ни разу не проходил. Диспансеризация – это, на самом деле, великолепный инструмент, великолепная технология, которая, кстати говоря, позволила в Советском Союзе в 65-70-м году, какая страна, вот вам вопрос задам, была лидером по продолжительности жизни. Ну, и сам же на него отвечу, что это Советский Союз, который после, правда, возьмите источники, а потом нас обогнали. Мы не пошли, не сильно пошли вниз, но нас обогнали. Я сейчас понимаю, что набрал, у нас с работы была диспансеризация. Да, и один из элементов этого, это была тоже диспансеризация. Диспансеризация – это система активного наблюдения за здоровыми, ну, и не совсем здоровыми. Там есть определенные группы диспансерного учета, начиная от абсолютно здоровых людей, ну, и заканчивая людьми, которые, ну, насколько находятся, ну, скажем, с хроническими заболеваниями, с тяжелыми заболеваниями и так далее. Это хорошая технология, правильная технология. И с точки зрения поддержания здоровья нации, она великолепна. Она должна работать как часы. Вот вы, мы все здесь присутствующие, по нескольку раз, в принципе, должны уже были пройти диспансеризацию. Потому что этот инструмент общественного здоровья, он работает у нас в стране достаточно давно. Наверное, больше 10 лет. Но, тем не менее, единичные случаи вот в нашей аудитории, включая всех и операторов, и редакторов, я думаю, что вот мы перечислим, ну, один-два раза кто-то прошел. А это неправильно. Потому что такой подход, он, ну, наверное, обословлен, наверное, какими-то экономическими проблемами. Ну, мы же не можем ходить там каждый год. А японская система, она подразумевает, если говорить про частоту посещения, гораздо более частое посещение, гораздо, ну, другой набор базовых обследований, в зависимости от возраста, в зависимости от пола, в зависимости от состояния. Я хочу сказать, какой набор, я вот себе пытаюсь представить. Вы открываетесь летом этим, да? Да. На базе больницы РЖД, да? Да, наш центр открывается на базе, на бывших площадях дорожной больницы. Корпус нами очень глубоко реконструирован. Корпус находится за храмом. Корпус подвергнут действительно большой реконструкции. Достроен еще один этаж. Оснащение, оснащаемся самым передовым оборудованием. По некоторым позициям у нас будет самое передовое оборудование вообще в Российской Федерации. И какой набор обследований вас больше интересует? Там вопрос чудесного, если вы хотите услышать, может быть, ответ чудесного обследования, которого вот никто нигде не видел, не слышал, а именно его нам для полного счастья не хватало. Его, я огорчу, наверное, но его как такового не будет. Вот этого уникального какого-то самого исследования. За полного числа тебе все выяснили. Не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп. Самого исследования, какого-то анализа. Дело в системе. Вы знаете, я японскую медицину видел только в фильме «Трудности перевода». Помните, там главный герой, главная героиня приходит куда-то в большую больницу, пытается запитаться, их никто не понимает. И там что-то врач объясняет, они ничего не понимают, но вот все очень внимательны и вежливы. Но у вас хотя бы список кабинетов будет такой же, окулист, травматолог? В этом отношении список кабинетов, названия наши, естественно, будут все понятные, все те же самые привычные к нам обследования и исследования лабораторные, которые нам известны. Но будут, естественно, определенные виды исследований, которые, может быть, редко у нас делаются, или на них мы не обращаем, в силу, может быть, медицинской традиции, на какие-то параметры, а там они отслеживаются, смотрятся, смотрятся в динамике, что было предыдущее исследование, что было предпредыдущее исследование, как изменяются вот эти параметры, их там много параметров. И далее с помощью машинного цифрового анализа проводятся, находятся какие-то проблемные участки, которые говорят, машина говорит, вы знаете, вот этот на протяжении трех исследований, этот показатель нам не нравится. Давайте копнем здесь чуть-чуть поглубже. Сделаем там ФГС, дополнительные лабораторные обследования, сделаем там гастро, колоноскопию, МРТ, Я правильно понимаю, что ваш центр будет отличаться от обычного тем же, чем японский автомобиль отличается от даже немецкого, да? То есть там будет куча наворотов, машина сама решает, в какой момент надо что включить, да? Ну, сравнение хорошее. Вот примерно как диспансеризация и система чекапов, вот примерно в этом же соотношении обычная машина и хорошая, скажем, японская машина. Потому что все процессы, они многотысячными, даже многомиллионными повторениями, они отлажены. Эти процессы научно доказаны, они абсолютно репрезентативны и позволяют вот на этом огромной базе японских обследований, исследований увеличить прогностическую ценность тех исследований, которые мы делаем. Вот в этом, наверное, весь фокус. Еще такой момент. Вот мне, например, 36, я себя чувствую прекрасно, ну вот решил зайти провериться, да? Во-первых, я сразу, получается, попадаю к терапевту, потом он направляет к узким специалистам. Или это как-то вот тоже система идет, просто я прихожу в регистратуру, меня отправляют по всем кабинетам? Сейчас я вам поясню. Значит, во-первых, обязательное подробное анкетирование. Потому что вот я сам, работая врачом, работая врачом на приеме, я понимаю, что даже у меня, ну как бы человека зрелого, врача с неплохим, назовем так, опытом, у меня этот опросник, он присутствует где-то в голове, где-то на подсознании. Я вот в режиме какой-то беседы, хотя стандартизированная форма анкеты позволяет огромное количество вопросов решить еще даже не касаясь вас. Это вопросы вашего возраста, вашего типа питания, массы тела, наследственных каких-то факторов риска, еще что-то, принимаемых препаратов, привычек, алкоголь, курение. Причем самое, что интересно, алкоголь поставлен не то, что типа плохо, как вот у нас, да, табу, а есть некая грань, которая говорит, как часто, как там много. Вот эти вот все моменты анкетирования, собеседования с доктором, который эту анкету читает, и дальше определенный набор обследований от, скажем так, ну некоего первого уровня, когда он в плане и дешевле, он меньшим набором, ну и дальше второй уровень, он более расширенный. И третий – это технология, такой ноу-хау, которая называется нингендок, который позволяет, ну, наиболее широко посмотреть организм, в целом нингендок, док – это вот, это как док, как док в корабль загоняют, в док, вот примерно… А, вот, то есть не доктор, реклодирующий, а Нина давно тянет руку, значит… Да, наши телезрители уже присылают сообщения, заинтересовала их вся эта система, и говорят, сориентируйте, пожалуйста, по стоимости обследования. А стоимость обследования на настоящий момент, стоимость обследования ценовые категории, мы еще, честно скажу, сейчас еще их не определились, потому что… Там по страховке мы будем принимать. Потому что… Давайте вначале без страховки, а потом я расскажу вам про страховку. Давайте. Потому что у нас в этом отношении абсолютно много идей, но давайте по стоимости, сейчас ситуация не сформирована, чем меньше обследование, тем оно будет дешевле. Мы сейчас, тем больше, соответственно, тем дороже, но мы сейчас проводим как раз очень плотную в этом отношении работу, чтобы сделать максимально доступным вот это обследование. Понятно, если мы скажем… И один из плюсов у нас, потому что я знаю, что на Дальнем Востоке люди знают, что такое чекап организма, они ездили, я слышал, вот там корейские какие-то варианты, в Китай выезжают, смотрят. Но это не каждый может себе позволить. Наша задача – максимально близко приблизить к людям с нормальными, со среднестатистическими доходами, даже с точки зрения отсутствия, ну, какой-то поддержки, может быть, со стороны страховых компаний. И мы пытаемся, это наша, ну, не то чтобы мечта, но это наш проект, чтобы, как это сделано, кстати говоря, в Японии, где заботу о здоровье сотрудника несет работодатель. И в одном каком-то комплексе работает работодатель, страховая компания и пациент. Причем работодатель прямо, в прямую зависимость ставит выполнение вот этих всех обследований, исследований от зарплаты и так далее. – Извините, опять вас потороплю, потому что Нина опять тянет. – О, Нина. – Да. – Ну, я ответил на ваш вопрос. – Да, да, да. – Спасибо большое. – А пенсионеры задают вопрос, можно ли будет пройти все-таки обследование бесплатно, будут ли какие-то квоты? – Вопрос квот, он на настоящий момент, если говорить про конкретику, вот столько обследований, пока он еще не обсуждался. Но в проекте и, по крайней мере, в устных договоренностях, в договоренности моих предшественников в этой должности, возможность прохождения по квотам, она обсуждалась. Сами понимаете, это вопрос такой, он уже более экономический, более организационный. Но такая возможность предусмотрена, если какие-то предложения со стороны власти к нам будут, мы готовы в этом отношении работать вместе. – У меня предложение, давайте вот, вы открываетесь, ну, предварительно летом этим, да? – Да. – Да, перед этим мы снова вас позовем в студию и поговорим уже более предметно. Пока вот люди просто пусть имеют… – Ну, конечно, всех интересует вопрос финансовый, я понимаю, что пока еще ничего не открыто, и рано обсуждать, но это интересно в любом случае. – Ну, вообще, японское долголетие – это, конечно, что-то. Честно говоря, я раньше, когда еще до коронавируса любил ездить в Японию, даже не из-за того, что там очень красиво, а потому что там у тебя организм перестраивают, возвращаешься, у тебя все в организме как часы начинает. Я не могу понять, в чем дело. Видимо, из-за того, что у них вот все там просчитано. – У них еще активное долголетие, что тоже, кстати, важно. – Ну, да, возможно. – Спасибо. – У нас в гостях был Олег Золоказов, главный врач Центра превентивной медицины российско-японского, который открывается в Хабаровске этим летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова